Для чего, Костя, зубы, Дубя? Чтоб есть. И улыбаться? Ну, да, но еще, чтобы мы могли бы их чистить. За зубами надо ухаживать? Угу. Почему-то они будут болеть, а не иначе. Утром можно чистить, вечером. Или днем еще мы в садике чистим. А зачем зубы чистить? Чтоб их не съели. Кто? Ну, такие ужасные они, такие уж ужасные. Любят зубы есть. Микробы? Ну, нет, не микробы, могу по-латышски сказать. Скажи. Зуб граузи. Надо чистить зубы всегда, потому что, что тогда выпадут зубы. Чтобы они не выпали. Как ухаживать за зубами? Чистить их каждый день, утром и ночью. И вечером. И перед едой. Вечером надо чистить и поутро. Вечером и утром надо чистить зубы. Нужно их чистить, беречь. Это значит, чтобы не скрипеть. Ну, потому что их можно никогда не чистить, а они становятся такие гнилые и некрасивые. Нужно ходить к зубному доктору. Сужен амотолог. Дерает дырочку, выбирает язычок и тромбу. Он может, ну, поставить новые зубы. Проверает зубы, если все хорошо. А если не все хорошо? Ну, значит, надо лечить зубы. Он замораживает их зубы и зикедов, и потом делает так, чтобы зубы были чистыми. Почему детские зубы называют молочными? Когда они выпадают, это молочные зубы. Потому что, если они упадут, вырастят новые. Потому что, когда они еще только водились, тогда они пьют молоко. Потому что есть молочные продукты, и эти зубы такие же, то же самое. Потому что они только еще игрухичные. Потому что они много пищи кушают, и тогда такие дырки появляются, и там внутри червяки. Ну, потому что зубы выпадают, а потом новые вырастают. Почему взрослых, когда выпадают зубы, новые не вырастают? Ну, потому что они взрослые, и они не могут так сделать, чтобы смогло бы остаться так же и само, чтобы зубы не падали. Потому что они уже взрослые, и выпадают зубы, они слишком старые, а у нас новые появляются. Потому что самостоятельные зубы уже последние. Ну, потому что дети еще маленькие, и у детей должны быть красивыми зубами. Ну, красивые зубы. А взрослым уже не обязательно? Потому что они скоро постареют. А потому что это уже больше не молочные зубы. А почему у взрослых, когда выпадают зубы, новые не вырастают? Потому что у них уже новые. Так они потом еще хотят, чтобы выросли. А уже они сплавятся. Да, уже все? Да, будут как у бабы-яги. У некоторых бывает пора тоже. А что им делать, если зубы пыли, а новый не растет? Ну, надо идти к такому человеку, который может сделать новые. Он сделает так, что и положит вместо того зуба, который упал, он положит золотой. А звери ведь не чистят зубы. А у зверей хорошие зубы. Почему? Потому что они едят мясо, но дикие зубы. Ну, кажется, это их... Вот у них есть мама своя, да, которая их родила, и вот кажется, она, ну, чем-нибудь его чистит зубы. Потому что звери кухают другое, им нельзя то кухать, то мы кухаем. Ну, потому что хорошая еда у них, и что не надо чистить зубы. А может быть и людям так есть хорошую еду, чтобы не надо было чистить зубы? Может быть такое? Или у нас это невозможно? Почему? Потому что мы это не едим. Ну, в общем-то, ну, всех кого ловят. Звери зубы не чистят, а они у них хорошие. Почему? Потому что они не умеют каких чистить. Ее можно купить в БЭТе. Ну, у нас такой есть голодомый магазин. Ставлю это в такие упаковки и отправляют в магазин, чтобы все люди могли бы покупать еще с зубными щетками, на зубную щетку и свободно чистить зубы. Почти как вода, только немного потолщее и мягкая, такая как пух, такая скользкая, невкусная. И ее нельзя есть. Нельзя ее глотать. Только чистить зубы, а потом ее выплюнуть с этими, с микробами. Взрослая отличается, что для детей она слишком, очень неприятная. А детская взрослая, ну, им не по вкусу ее и чистить. Пахнет вкусно, а цвет у нее важный. Взрослая не вкусная, а детская вкусная. Когда ложишь на щетку и чистишь зубы. Вот нужно на зубную щетку выдавливать, и она потом кончается. А кто такая зубная фея? Ну, это такой ангел, который прилетает в ночи. Если у кого-то под бродушкой есть молочный зуб, тогда она вместо молочного зуба берет маль. Молочный зуб и вместо молочного зуба ставит денежку. Она забирает зуб. Тогда приносит монетки потом вместо зубов. А мне один раз принесла бумажку 10 евро. И может вот в мехочек положить все зубки. Вот я смотрела такой мультик. Ну, это когда выпал зуб, надо под подушку ложить зуб, и потом фея вылечит этот зуб, и опять его принесет на место, и все. Она заберет зубы. Зубы заберет и подарок ставит. Конфеты это уже не то, потому что это сладкое, и опять будет плохо зуб. И под подушку ложит зубик, и она квитает и забирает. И забирает зубик, а потом денежку ложит. Под подушку у нее есть волховная, вот палочки она, вот денежка, А, тадраба, и денежка вот. Даже человек не чувствует, когда он спит крепко, не чувствует, что у него потом денежка. Побольше монет их собрали. Надо много зубов было, наверное, ей положить как подушку. Да, тогда бы вообще много денег было, и тогда бы я купила щенка. Сколько же нужно зубов, чтобы получился щенок? Много. Почти все. Зубная фея, она как выглядит? Она какая? Она белая. Это значит, что она похожа на зубик. Вот там зубная фея. Она очень маленькая. Манюшенька будет такой, как гномик. И она умеет летать. Ну, она с крыльями. У нее белое платье. А еще у нее шляпка с бомбончиком. Вот это я уж точно не знала. Но, наверное, она любуется на дынь. Что она делает с детскими зубками, которые собирают? Коллекционируют. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»